В эфире Лицкого телевидения информационная программа «События». С новостями региона вас знакомят корреспонденты Лицкого телевидения и я, Екатерина Щербаченя. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. На хлебных нивах предстоит большая работа. На личине начинается массовая уборка зерновых. На финишной прямой благоустройство части парковой территории и озера по улице Корзюка в Березовке завершается. Праздник не в ущерб качеству услуг. Санаторий «Радуга» отметил день рождения. Возвращение к истокам. В Кирьяновцах прошел праздник деревни. Наличие не набирает обороты массовая уборка зерновых. Эти культуры скошены более чем с полутора тысяч гектаров, что составляет 8% от всех площадей. По темпам лидирует совхоз «Лицкий». Всего по району намолочено 4574 тонны зерна при средней урожайности 27,3 центнера с гектара. Виды на урожай неплохие, несмотря на каприк за погоды. В жатве 2019 предшествовала большая работа. Подготовлен 81 зерноуборочный комбайн, набранные и проинструктированы комбайнеры. К страде, помимо работников хозяйств, привлечены сотрудники предприятий, сформированы молодежные экипажи. «При каждом отраде, который убирает зерно, есть пожарное так называемое прикрытие, где есть емкости с водой, трактор с плугом в случае возгорания зерновых масс, чтобы можно было пахать, все это дело предотвратить. Все механизаторы обеспечены питанием горячим, чтобы могли быть заняты на уборке весь световой день». В Лиде в результате дорожно-транспортного происшествия травмирована 32-летняя женщина, управлявшая мотоциклом. Авария произошла в понедельник вечером на перекрестке улиц Грюнвальской и Замковой напротив гостиницы Лида. Водитель «Опеля», выезжая с авторостепенной дороги, по какой-то причине не уступил путь мотоциклистке, двигавшейся со стороны центра города. Основные работы по благоустройству части парковой территории и озера по улице Корзюка в Березовке близятся к завершению. Ведутся они с весны, и вот в ближайшее время обновленная территория будет готова принять отдыхающих. Финансировался проект из местного бюджета, а заказчиком выступила Лицкая ГУБ ЖКХ. Работы по благоустройству парковой территории и озера по улице Корзюка в Березовке проходили поэтапно. Первый был начат в марте. В этот период прошла очистка канала, уборка территории вокруг озера и спил деревьев. Водно-земляные работы выполняли сотрудники Дятловского ПМС. Они занялись очисткой самого озера, его углублением. Расширить площадь озера удалось за счёт водоотводного канала. У нашей работы были выполнены приблизительно на сумму более 600 тысяч рублей. Объёмы работы – это порядка 30 тысяч кубов земляных работ. Было произведено выемки грунтов. Трудности, как говорится, разные есть. В данном случае по откачке воды с озера очень большой был проделан путь. Сроки на выполнение данных работ составили 3,5 месяца. На объекте были задействованы 6 единиц техники, 4 экскаватора и 2 бульдозера. На следующем этапе работ по благоустройству и озеленению прилегающей территории были задействованы 22 работника Лицкого строительно-монтажного 300 номер 19. На данном объекте производится благоустройство озера, то есть пешеходные дорожки, обустройство пешеходного мостика, также будет автомобильная стоянка на 32 места, обустройство пирса, также пункт освод. Также за нами будет производиться озеленение территории. Для безопасного отдыха на водоеме будет обустроена отдельная зона для детей размером 40 на 20 метров. На пешеходном мосту длиной в 27 метров молодожены из Березовки смогут устраивать фотосессии, а жители и гости города будут любоваться родными пейзажами. Вечером березовчане смогут пройтись или прокатиться на велосипеде по прогулочной дорожке, вдоль которой разместятся скамейки. По благоустройству территории предполагается установка детской игровой площадки с различными спортивными объектами возле пляжной зоны. Работы планируется завершить в августе месяце. Хорошие праздники не в ущерб качественному оказанию лечебно-оздоровительных услуг. Санаторий «Радуга» впервые по-настоящему отметил день рождения. Его коллектив таким мероприятием рассчитывает заложить хорошую традицию в известной литской здравнице. Тему продолжит Марина Григорьева. «Радуга» – детище ведущего литского предприятия «Лакокраска» – здравница с историей. Образована в 1976 году. Его коллектив из 48 человек своими считает профессиональные праздники – день химика и день медицинского работника. Но по-настоящему своего дня до этого у «Радуги» не было. День рождения решили отметить хорошей развлекательной и концертной программой. Пригласили ремесленников, чтобы запомнилось и самим, и отдыхающим, которых на этот момент в санатории 76 человек. Не пустует ни один номер. За год мы оздоравливаем более 5000 отдыхающих. Я думаю, что кто побывал в этом санатории, он приезжает еще раз. Почему? Потому что здесь очень дружный, очень сплоченный коллектив, который всегда принимает гостей как своих близких. Здесь очень хорошая лечебная база, которая на сегодня по спектру дает огромное количество процедур не только общетерапевтических, но также по суставам, нервным заболеваниям. Но самое главное, что здесь очень красивая природа и красивое место. Современные лечебно-реабилитационные, оздоровительные и релаксирующие процедуры, терапевтическая и гинекологическая врачебная помощь с одной стороны и комфортные номера, в том числе и квартирного типа, с зелеными уголками отдыха с другой. Это составляющая отдыха в «Радуге», который ценят в том числе и иностранцы. Баланс цена-качество здесь устраивает поляков, литовцев, латышей и, конечно, россиян. Их приезжает больше всего. Бывали израильтяне, итальянцы и даже бразилец. А в этот сезон количественный рекорд установили западные соседи. В санатории отдыхает большая группа из польского Щесина – 48 человек. Белорусь – прекрасный город, прекрасный город. Очень чистый город. Мы позже наделаем Белоруссию. Радога – круто. Погода. Редактор – круто. Мы были и там, где родился Немен, и там, где родился Микевич, и на свете, экскурсии у нас ежедневно, а тут в Радуге очень прекрасно и милые люди, персонал. И так, персонал, милый персонал, и хорошо дают есть ежедневно у нас танцы. Недавно довелось побывать в Лицкой здравнице и российскому юмористу, народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру. Он приезжал с гастролями по небольшим белорусским городам, оставил хорошее впечатление у персонала о себе и увез с собой такие же радужные эмоции о них и о самой Радуге, у которой теперь есть свой день рождения – 12 июля. 24 июля в 10 часов во Дворце культуры города Лиды пройдет ярмарка вакансий. Участие в ней примут организации района, которые предоставят информацию о вакансиях для рабочих и служащих, проведут собеседование для трудоустройства. Также на мероприятии можно будет получить консультацию о возможности переобучения востребованным на рынке труда профессиям, в том числе обучения на производстве с последующим трудоустройством. Желающие открыть собственное дело смогут подробнее узнать о получении субсидий при организации предпринимательской или ремесленной деятельности. Организациям, желающим принять дополнительное участие в ярмарке вакансий, следует обращаться в отдел содействия занятости по адресу улица Советская, 31. Продолжаем выпуск. В последние годы чтение книг и посещение библиотек вновь обретают популярность уличан. Чтобы поддержать читательский интерес, фонды Лицкой районной библиотеки имени Янки Купалы постоянно обновляются. Работники библиотеки и ее филиалов еженедельно проводят мероприятия, встречи, беседы и дискуссии на литературные темы для детей и взрослых. А до конца лета библиотечные полки пополнятся десятью тысячами книжных экземпляров. Библиотеку посещают люди разного возраста. Это читатели от 15 лет, школьники, студенты, а также люди зрелого возраста. Преимущественно их интересует художественная литература. Женщины предпочитают романы и книги по домоводству. Мужчины больше выбирают детективы, а также исторические произведения. Молодежь преимущественно предпочитает фантастику. Ну, также им, конечно, не упадают интересы классики. Ее читают и от школьной скамьи, и до зрелого возраста. Также фонд нашей библиотеки очень разнообразный, широкий, постоянно пополняется. В год где-то к нам приходит более полутора тысячи книг и периодических изданий. Наша библиотека очень масштабную работу проводит по массовой работе. Мы проводим различные мероприятия, которые направлены на популяризацию чтения и книги. Несмотря на то, что электронные книги, они очень быстро приходят в нашу повседневную жизнь, печатное здание, оно выигрывает и никогда не пропадет, так как оно является художественным искусством. Большинство литчан предпочитает книжное чтение электронному. Что читают и чего ждут от библиотечных услуг? В ходе опроса на улице города выясняла корреспондент Лицкого телевидения. В библиотеке я хожу периодически, но поскольку я медик, то я предпочитаю медицинскую литературу в силу профессии. Но художественную я люблю. Такие книжки, как «Граф Монте-Кристо». Мне нравятся, значит, я просто это последнее, что прочитала. «Гордость и предубеждение». Классическая литература, да. Электронные – это для зрения плохо. Это плохо даже для восприятия. Когда книжку человек листает, он развивается больше. Я считаю книжные. Я посещаю очень часто библиотеку нашу. Читаю книги. Очень люблю исторические. Но иногда что-нибудь и другое почитаю. Но книги только книги, никакие электронные. Не хожу в библиотеку. Вообще. Компьютер, так журналы, какая-то информация. А вот, к сожалению, в библиотеку не хожу. Я больше всего люблю букварь читать. И там еще Денискины рассказы. Ходим в школьную библиотеку, потому что работаем в школе. Работаете в школе. И учимся, и читаем по жизни. Так что вы за... Дена Брауна я люблю. Дена Брауна? Да. Нет, я люблю детективы. Наши русские, советские всякие. Но драмы нет, нет. Дена Брауна я все перечитала и хотела бы еще, но мне сейчас интересно это. В библиотеку не хожу, но литературу иногда читаю. В основном фантастика. Что-то вроде пришельцы захватили нашу планету, наши люди с ними борются и так далее. Ну, чисто фантастика. По электронному вообще не то. И глаза быстрее устают, и не те эмоции как-то все при чтении передается. В ходе в библиотеку мы мало, только если в школу какие-то книжки задают. И летом, только если очень скучно сходить в библиотеку, немного почитать. Я обычно люблю какие-то стрешилки читать. Я предпочитаю вариант тоже электроники. Ну, я люблю читать какие-нибудь детективы, ну, или что-то, ну, ужастики тоже. Ну, я тоже не хочу ничего изменять, потому что мне, ну, все нравится. То, что у нас в библиотеке, школе, ну, все устраивает. Вам, земляки, наши песни и слава. Так назывался праздник, который прошел в деревне Кирьяновцы. Такие дни деревень традиционно проходят в летние месяцы в разных уголках Лицкого района. Песни и поздравления звучат и в небольших деревнях, и в агрогородках. В минувшие выходные гостей принимали кирьяновцы. Деревню Кирьяновцы можно найти на карте Лицкого района в двух километрах от агрогородка Бердовка. Как она появилась и когда, местные историки точно не знают. Однако в памяти старожила, 89-летнего Владимира Пелецкого, остались рассказы его родителей и собственные воспоминания о былых кирьяновцах. Имене Кирьяновцы, Кирьяновцы, там четыре хозяева были. Четыре хозяева, вот тут вот были его, потому что человек, здесь, это Эквозеров по этой стороне, но тут поселили вообще было неколи, тут четыре хозяева были. Ну и потом, нечто такое вышло, поселили, тут вот, ты их оттуль, этих тоже оттуль, поселили. Вот так вот, в этой вёстке. Тут вот подарили были. Звалища, Хрива, Лобаны, Пелецкие, Кучи, Головачи, Юнцы. Вот так, Хрива звалища. Это имени были, это имя были. Именно этой историей Владимир Александрович любит делиться со всеми односельчанами. Звучала она и на празднике деревни. Раньше, вспоминает старожил, здесь жило много семей, а число селян приближалось к двум сотням. Сейчас в Кирьяновцах живёт менее полусотни человек. Для них праздник деревни – действительно значимое событие. Ведь так они имеют возможность увидеть новые творческие коллективы, услышать любимые песни и просто побыть вместе. Во время праздника чествовали старожилов и юбиляров. В нашей деревне живут более возрастной контингент, и они радуются каждому празднику, праздники очень часто. Создать праздничную атмосферу организатор мероприятия Бердовский культурно-досуговый центр пригласил творческий коллектив из агрогородка Лоздуны Иевского района. В их репертуаре – народные песни и песни прошлых лет. На празднике вместе со своими односельчанами была и гостья из Алжира. Галина Шеника переехала в далёкую африканскую страну в 76-м году. Вслед за мужем, однако, даже спустя годы старается не забывать личину. Галина признаётся, Беларусь всегда остаётся для неё самой родной и любимой. Меня тянет, это мой дом, это мои края. Ни за какие деньги не забуду родину. И не желаю никому, чтобы забывали родину. Это самое святое, что есть на белом свете, понимаете? Это самое святое. Я здесь себя чувствую свободнее, понимаете? Для меня и воздух здесь лучше, для меня и люди здесь лучше, для меня здесь всё лучше. Несмотря на то, что праздник деревни Кирьяновцы длился всего несколько часов, громкий смех и песни не смолкали до самой ночи. Ведь каждому из сельчан есть что вспомнить о родной деревне и земляках, что жили и живут рядом. Сюжет на добрый настрой. В год малой родины найдите возможность выбрать время и посетить родные места, особенно если они в сельской местности. Лето и отпуск этому только способствуют. А я прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова